МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Приедут сами". Специалисты многофункционального центра дают выездные консультации жителям Садового, Плодопитомника и Белогория. Без жертв не обошлось. Студенты-медики отличились на Олимпиаде по практическим навыкам. Заброшенный эксклюзив. Фонды областной научной библиотеки пополнились тысячей томов из книгохранилища бывшего БВТКу. Об этом и не только вы узнаете прямо сейчас. В эфире новости информационной программы «Город». В студии для вас работает Наталья Бернацкая. Здравствуйте. Не совсем обычное ДТП произошло сегодня в микрорайоне. В 7.20 утра там столкнулись два автобуса. Водитель одного из них скончался прямо за рулем. Это стало причиной происшествия, а не его следствием. Предположительно, у мужчины оторвался тромб. В этот момент он уже успел завести двигатель автобуса и тронуться с конечной остановки. Через считанные метры его 30-й маршрут столкнулся с 24-м. Таран вышел плавным. Не пострадали ни люди, ни техника. Как заверили нас в отделе транспортного обслуживания населения, умерший водитель был пожилым, но бодрым человеком. До выхода на линию он прошел медосмотр и не испытывал недомоганий. В Благовещенске стартовал прием заявок для участия в аукционе по регулированию численности бездомных животных. Ознакомиться с условиями и заявиться можно на специальной электронной площадке. На сайте размещены аукционы на право заключения двух муниципальных контрактов. На отлов и транспортировку животных, а также на их содержание и учет. Общая сумма – более 900 тысяч рублей. 172 на отлов и 739 на содержание. Средств хватит на то, чтобы убрать с Благовещенских улиц более 120 собак. Заявки принимают до 10 марта. 14-го начнутся торги. Администрация приглашает предпринимателей и зоозащитников принять активное участие в аукционе. Оформить право на наследство, поменять паспорт и получить льготу на топливо жители Белогорья могут, не выезжая из села. Многофункциональный центр приезжает к ним сам. Насколько часто это происходит и чем выездная консультация отличается от приема в Благовещенске? Расскажем в сюжете. Документы откопировали, заявление написали. Каждому клиенту, специалистам многофункционального центра, подход индивидуальный, даже на выезде. Времени на прием 4 часа и очередей почти нет. Вера Гаранжа пришла оформить льготу на топливо. Рассказывает, в центр за этим пришлось бы ездить несколько раз. Мы пенсионеры, далеко в город ехать. Здесь, пожалуйста, мы полюса обменяют нам. И документы. Очень удобно, потому что в городе не особо знаем, где что. И народу больше там. А у нас только все свои. В администрацию Белогорья по вторникам и средам сельчане приходят как по личным вопросам, так и по общественным. Валентина Дубняк, к примеру, иногда даже дежурит в кабинете, чтобы убедиться, что все ее подопечные получили услугу. Я председатель совета ветеранов. Я всем созваниваю с ними, что-нибудь есть, что надо сделать, чтобы они обязательно пришли. И вот я сегодня специально пришла узнать, приходят мои ветераны или нет. Ноутбук специалиста на выезде содержит в себе все программы и приложения, установленные на компьютерах в городском МФЦ. Это значит, что белогорьевцы могут получить более 200 различных услуг. В день приема за ними обращаются в среднем 10-12 человек, не считая тех, кто приходит проконсультироваться. Люди, придя сюда, они не сразу готовы заявить на услугу. То есть сначала сельчане идут консультироваться. Консультируются по пакету документов, по размеру госпошлини. И потом в перспективе уже на следующий нас приезд или еще когда-то они подают готовый пакет документов. Мы их доставляем в нужное ведомство в городе, а также привозим готовый результат. Помимо Белогория специалисты МФЦ также выезжают в село Садовое и Плодопитомник. Причем администрациям это ничего не стоит. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город». И к другим темам. Ситуацию на рынке труда обсудили накануне на совещании при премьер-министре России Дмитрие Медведеве в Чувашии. Участие в нем принял и губернатор при Амуре Александр Козлов, как один из членов Совета Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сначала глава региона отчитался о ситуации на рынке труда в Амурской области, а характеризовал ее как относительно стабильную. В экономике региона сегодня занято 390 тысяч амурчан. 8 тысяч в прошлом году потеряли работу. На выплату пособий по безработице из федерального и областного бюджетов выделено 660 миллионов рублей. Задействовать свободные кадры планируется в строительстве газоперерабатывающего завода, космодрома и прочих объектов. А квоту для иностранных работников в Прямуре наоборот снизили. Но этого недостаточно, считает губернатор. По его мнению, улучшить ситуацию на рынке труда могла бы доработка программы повышения мобильности трудовых ресурсов Амурской области, рассчитанная до 2017 года. Экспонат стоимостью в 4 миллиона рублей сегодня получили сотрудники областного краеведческого музея. Рог шерстистого носорога, вымершего 10 тысяч лет назад, им презентовали судебные приставы. Около 4 килограммов весом и 70 сантиметров в длину. Рог древнего животного из Прямурья пытался вывезти гражданин Китая. Где он его взял и куда вез, еще предстоит выяснить следствию. Известно лишь, что нарушителю грозит уголовное наказание. А контрафакт ждет судьба гораздо интереснее. Он пополнит музейный фонд. Он был взят на контроль, подготовлены соответствующие документы, подготовлено письмо Министерства культуры. И самая главная задача, чтобы именно этот рог носорога остался в Амурской области. Чтобы мы, амурчане, могли смотреть. И кроме того, в Амурской области он в единственном измелькаре. Таких больше нет. По оценкам историков, размеры шерстистого носорога достигали 2 метров в высоту и 5 в длину. Обитал он в Северной Евразии и Северной Африке. Этот вид прекратил свое существование более 10 тысяч лет назад. Кроме названия и истории поступления этого предмета в музей, мы поместим еще изображение и этого шерстистого носорога. Мы постараемся помочь нашим посетителям представить этих животных. К слову, это не первая находка, попавшая в музей таким образом. Буквально в прошлом году сотрудники таможни изъяли у нарушителей бивень мамонта, которые те пытались провести через границу под видом искусственного сувенира. Экспонат также нашел свое место в музее. Ксения Богданова, Денис Лугов, программа «Город». В фондах областной научной библиотеки тоже пополнение. Специалисты намерены подарить вторую жизнь нескольким сотням книг, которые много лет оставались в полном забвении. Произведения Шелохова, Пушкина и других писателей они перевозят из бывшего танкового училища. В операции по спасению книг поучаствовала и наша съемочная группа. Вот смотрите, какая здесь литература находится. Жук – это историческая книга, ее очень редко можно найти. Она вот здесь и лежит. Порядка тысячи книг из библиотечного фонда бывшего танкового училища Алексей Просвирнин спас в августе 2015-го. По одной доставал из пепелища, в которое превратилось в книгохранилище после пожара. Сейчас в мечтах Алексея Ивановича пристроить букинистику в хорошие руки. Передали их часть книг в Двоку, в Округ. Приезжали из тюрьмы. Мы передали очень много книг и часть не забрали. Многие, конечно, относятся бежен к литературе. Приходят, дети заходят, берут, несут домой. Мы очень рады. Мы никому не отказываем. Самое главное, чтобы их читали. На просьбу Алексея Ивановича откликнулась областная научная библиотека. Они планируют вывезти отсюда практически все книги, кроме тех, что подпортила плесень. За один только приезд парни вывезли две машины с ценным грузом. Здесь они просто лежат, их сожгут, либо просто пропадут книги. А в библиотеке они найдут свое применение каждому читателю. То есть планируем забрать максимальное возможное количество. Тем более в библиотеке расширения. Открылось кафе. Туда тоже нужно завозить новые книги, чтобы люди читали, могли посидеть, выпить кофе, чай. Только что поступившие в библиотеку книги сразу же вызвали интерес у посетителей. Анастасия Рязанова, к примеру, поделилась. В таких ящиках можно отыскать настоящий эксклюзив. Так она однажды нашла труд по искусству Азии, который даже в магазинах не продается. Я специально обращалась к людям, чтобы, может быть, в каких-то запасах у них посмотреть, поискать какие-то интересные издания. Потому что то, что популярно дошло до нас, оно не всегда интересное. Свободного места на полках книгообмена, особенно после того, как туда выставят новую партию, не останется. Однако организаторы продолжают принимать литературу от всех желающих поделиться. Кристина Коширина, Андрей Белый, программа «Город». 16 апреля благовещенцы в третий раз будут писать тотальный диктант. Потренироваться и, возможно, повысить свою грамотность все желающие смогут заранее. С 10 марта начнутся подготовительные курсы. В рамках полуторачасовых занятий в Амурском государственном университете слушателям предложат теорию по одной-двум темам. Упражнения на закрепление орфографических и пунктуационных правил и небольшой диктант. Программа разработана новосибирскими экспертами с учетом всех нюансов и сложных. Занятия будут проходить по четвергам в 7-м корпусе АМГУ в аудитории 207. Начало в 18 часов. Двум студентам медицинской академии не удалось спасти человека, находящегося при смерти. К счастью, пациент был всего лишь манекеном, а манипуляции с ним – одним из этапов Олимпиады для будущих врачей. В состязаниях в симуляционном центре сегодня приняли участие 25 студентов медакадемии. В условном ДТП пострадало 5 человек. Всем нужна экстренная помощь. А оказать ее должны участники Олимпиады. В соседнем кабинете ситуация на первый взгляд спокойнее. Пациент всего один. Ему трудно дышать и кружится голова. Помочь ему двум врачам, казалось бы, проще простого. Но не тут-то было. Вводим кубик адреналин внутримышечный. Предположительный диагноз – наркологический шок. Как вы видели, начал сердечно-регулировочную реанимацию я. Хотя рационально было бы, чтобы это сделал Сергей. Почему? Потому что я как более старший, мне лучше оценивать ситуацию. Я не могу это делать, когда я выполняю сердечно-регулировочную реанимацию. В итоге Евгений и Сергей человека спасли. Меньше повезло их соперникам, которые, представляться, отказались на отрез. Напарники зачем-то начали требовать умирающего историю болезни. Еще и временем не дорожили. Так, еще. Да, ты быстрее адреналин ставь. У него нет пульса. Адреналин ставь быстрее. Ставлю. Адреналин не помог. Человек умер через 4 минуты. А вот Михаил Корякин, еще один участник Олимпиады, смог вытащить с того света пациента, у которого остановилось сердце. Все потому, что в свое время освоил его непрямой массаж и искусственное дыхание. Мне кажется, я сделал все правильно, потому что я делал все по алгоритму, проверил все как надо и начал, приступил к базовой сердечно-легочной реанимации. Ну, конечно, случаи бывают по-разному, но нужно делать до тех пор, пока не приедет скорая помощь или пока сила не кончится. Ситуация для участников Олимпиады осложнялась еще и тем, что на выполнение каждого занятия давалось только 5 минут. Где-то может быть мало, а где-то может быть достаточно. Иногда 5 минут решают все, особенно в практике неотложных состояний, так сказать. То есть с позиции реаниматолога это очень много 5 минут. С позиции, может быть, какого-нибудь другого врача нет. Но все станции составлены согласно рекомендации наших ведущих вузов, в том числе первого московского МЕДА. Кто справился с заданиями, а кто нет, станет известно завтра. Самые способные отправятся в апреле на Всероссийскую Олимпиаду по практическим навыкам. Анжелика Павлова, Михаил Величкин, программа «Город». Роботы-чистильщики и роботы-гольфисты, манипуляторы и транспортные ленты на дистанционном управлении и с датчиками голоса и движения. Все это строят и программируют обычные благовещенские школьники. В городе открылся первый кружок настоящего роботостроения. Наталья Спицына расскажет. Ну, он может так и поворачивать, например, крутиться. Но он управляется по событиям. Владиславу Неведомскому всего 12. А модель танка на гусеничном ходу он собирает за полчаса. Да так, что ни песок, ни камни его детищу не преграда. Покажи кунг-фу. Смотри внимательно. Это атакующая змея. Один из самых сложных роботов – интерактивный андроид. Дело рук уже не ребят, а преподавателей. Проектировали и строили его три дня. Назвали меканоидом. Посмотрим. Здесь минус 45. А может здесь писать в ноль все? Давай быстрее. Здесь после этого в ноль. Давайте посмотрим все. Ну, давай. Непонятные термины и пара кликов мышки в специальной программе заставляют механическую змею двигаться по определенной траектории, а робота-транспортера – крутить ленту и передвигать груз на ней. С каждой новой собранной моделью навык закрепляется, а идеи совершенствуются. Вот я еще не собирал рыцаря на коне, я хочу рыцаря на коне собрать. Он на коне ездит и с саблей, одной рукой саблю двигает. Каждый робот живет одно занятие. Собрали, испытали, разобрали. Все из-за того, что запас наборов конструкторов, из которых строят модели, невелик. Слишком дорогое это удовольствие. Каждый из чемоданов с деталями и процессорами стоит от 60 до 100 тысяч рублей. Сейчас у нас штатные микроконтроллеры все, которые входят в состав набора. Но в дальнейшем у нас набор датчиков, набор исполнительных устройств будет расширяться. То есть роботы будут становиться сложнее, умнее, скажем так. Ну и в конце концов мы хотим добавить туда камеру, распознавание образов и искусственный интеллект. С таким набором можно будет выходить на чемпионаты робототехников не только российского, но и международного уровня. Главное, чтобы фантазия не подвела. Наталья Спицына, Михаил Вилечкин, программа «Город». В Благовещенске стартовал фестиваль ГТО. В течение 10 дней школьникам и студентам предстоит сдать нормативы по легкой атлетике, стрельбе и плаванию. Сегодня к испытаниям приступили команды из 20 городских школ. Что у них получилось, сейчас узнаете. Минута пресса, 3 минуты подтягиваний, столько же отжиманий, проверка на гибкость и прыгучесть. Вот и вся программа на сегодня. Гимнастка Лиза Лихунова одной из первых бросилась отжиматься, но переоценила свои силы. Судьи засчитывали движения, выполненные исключительно с прямой спиной. К тому же грудью нужно было каждый раз касаться кубика, а это всего 3 сантиметра от пола. Все начинает напрягаться, верхняя мышца вот тут, пресс, поэтому сложно дальше делать. И руки устают все время, когда быстро начинаешь, а потом сила уходит, и ты пытаешься сделать дальше. Даже выполненных 30 раз на значок Лизе бы не хватило. А Илье Белику его 15 подтягиваний оказалось даже с лихвой. Норма достойная золотого значка 13 раз. Впрочем, мальчик признался, когда его никто не оценивает, он может в два раза больше. На улице полегче, конечно. Тут судьи смотрят, у них своя точка зрения, как я правильно-неправильно подтягиваюсь. На улице никто не смотрит. Правильно подтягиваться, это прям как столб ровно подтягиваешься, и все. На улице как бы можно хоть как-то подвернуться чуть легче, а так здесь тяжелее. А вот Вике Евдокимовой страшен не столько процесс прокачки пресса, сколько ощущение после этого действа. Пресс за минуту делается 60 раз. Ну, я так делала. Можно и больше, естественно. Мышцы потом напряжены, и нужно как-то это все размять. Господи Иисусе. Впереди у школьников участников фестиваля ГТО плавание, кросс и стрельба из электронной и пневматической винтовок. А с 9 марта к сдаче нормативов приступят студенты. Лучшие участники, примерно 300 человек, выступят на итоговом фестивале ГТО, который пройдет 23 марта. Значков, впрочем, пока никто не получит. Фестиваль не подразумевает с собой сдачу на значок. Это будет отдельно в течение года в городе Благовещенске работать центр сдачи норм ГТО. У нас является спортивный зрительный комплекс «Юность». На сайте администрации будет вишен график, когда жители города Благовещенске смогут принимать участие и уже сдавать официально данные нормативы на присвоение значков. Анжелика Павлова, Андрей Белый. Программа «Город». На этом выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, новости всегда в открытом доступе на ТВ «Город РФ». Связаться с новостной редакцией можно по номеру 524202. Приятного вечера. Смотрите нас снова. Субтитры подогнал «Симон»!